Спасибо, Владимир Николаевич, уважаемый. Вы уже финансировали мое выступление. Я пользуюсь случаем, надо сказать, что это не специально совершенно, но я не мог удержаться соблазнов, учитывая, что тема нашего сегодняшнего обсуждения «Социальная справедливость и устойчивое развитие», значит, буквально несколько месяцев назад на Всемирном Русском Народном Соборе мы подготовили программу, которая была одобрена, и вот буквально на прошлой неделе следующий патриарх благословил в виде наказа ее одобрения, называется «Социальная справедливость и экономический рост». Это продукт деятельности Первого Русского экономического форума, секции социально-экономического развития Всемирного Русского Народного Собора. Поэтому я, конечно, не буду сейчас эту программу всю докладывать, просто хочу обратить ваше внимание, что документ целостный, просчитанный, что называется, нашими ведущими академическими институтами, и на него можно опираться, он в открытом доступе. А сегодня я бы хотел в продолжение того, о чем сказал Игорь Николаевич, заметить, что мой главный тезис будет в том, что добиться социальной справедливости невозможно без опережающего экономического роста. Да, у нас самое несправедливое сегодня распределение национального дохода из всех стран двадцатки, скорее всего. Из общества социальной справедливости мы шагнули в общество тотальной ужасающей социальной несправедливости. Коэффициенты нераристо зашкаливают, цифры всем известны. Также известно, что главной ценностью нашего общественного сознания, потекающая всей системой традиционных ценностей, является ценность социальной справедливости. Возникает, конечно, вопрос, как можно строить экономическую политику и регулирование экономики так, что именно базовая, основная ценность нашего общественного сознания попирается всей системой регулирования экономики, которая выстраивается в пользу сверхбогатых, ориентирована на спекулянтов, на вывоз капитала, на несправедливое распределение национального богатства, защищает это несправедливое распределение, приумножает его. И, естественно, в ситуации такой дисфункции, когда система управления и регулирования противоречит базовой ценности общественного сознания, никакого экономического роста быть не может. Но, с другой стороны, если мы пойдем по пути к такому самому простому, возьмем, скажем, все наши источники доходов и поровну распределим, базовый, основной доход у нас это природная рента, к сожалению, труд у нас недооценен многократно, а вот природная рента формирует основной источник дохода, в том числе для крупных состояний. Если мы примем так называемый закон о вмененном доходе, то есть каждому гражданину дадим поровну природные ренты, то не так много получится, примерно по 100 тысяч рублей на человека ежегодно. В общем, это нас не спасет. Поэтому, в дополнение к тем предложениям, которые многократно высказывались на Московском экономическом форуме, включая прогрессивную шкалу подоходного налога, налогообложения ренты, прекращение вывоза капитала, я бы все-таки остановился на экономическом развитии, на опережающем экономическом развитии, как необходимом условии для достижения социальной справедливости. Я пользуюсь, Николаевич, вашим примером, он вам труднее будет отобрать микрофон. Программа «Не буду перечислять цели», такие цели были поставлены перед этой программой. Значит, вопрос, как добиться реализации этих целей. Это амбициозная задача, так сказать, мы обосновываем возможность ежегодного прироста валового продукта не менее чем на 8% ВВП в год в течение 5 лет. Для этого необходимо в 2 раза более высокий темп роста инвестиций и выход нормы накопления, фактически увеличение в 1,5 раза, до 35% валового продукта. Необходимо трехкратное увеличение расходов на науку, для того, чтобы генерировать экономическое развитие на базе научно-технического прогресса, мы не можем оставаться самой низко наукоемкой экономикой из стран 20-ки, нам необходимо поднимать. Расходы на инновационные активности необым. И без выхода на эти параметры экономического развития трудно говорить о том, что мы в принципе можем сохраниться как суверенная держава, в том числе технологическая держава. Задача технологического суверенитета требует многократного увеличения ассигнований на инновации и научно-техническое развитие и полуторакратное увеличение инвестиционной активности. Нам скептики говорят, и сегодня мы видим, что с одной стороны есть такая бравада, что у нас самые высокие темпы роста сегодня, значит, из стран, собрать семерку плюс мы, да, и мы вышли на первое место в Европе по темпам роста, но с другой стороны открываем прогноз на текущий год, и от этих темпов роста ничего не остается. Значит, фактически наши денежные власти предлагают нам снизить темпы экономического роста с 3% до 1,5 примерно. И замечу, что те темпы роста, которые были достигнуты в прошлом году, были достигнуты вопреки тем прогнозам, которые давались и Центральным банкам, и финансово-экономическим блокам нашего государства. То есть не верят наши, так сказать, планировщики, что можно достигнуть высоких темпов экономического развития. Я попробую кратко объяснить, как это можно сделать. Значит, мы имеем незагрузку производственных мощностей, порядка 60% всего лишь загрузка производственных мощностей в промышленности. Мы имеем, нам говорят, что нет людей, низкая безработица. На самом деле много скрытой безработицы, кроме низкоофициальной безработицы, еще есть возможности повышения производительности труда за счет роботизации, автоматизации. Наконец, Владимир Николаевич упомянул союзное государство, Евразийский экономический союз, у нас 4 миллиона резерв трудовых ресурсов на сегодняшний день, такая оценка в Евразийском экономическом союзе. У нас нет ограничений по сырью, как вы понимаете, из нашего сырья можно производить десятикратно больше продукции, чем мы сегодня получаем в городе, как экспорта необработанной нефти и малообработанных металлов для химического сырья. Единственное ограничение, с которым мы сталкиваемся, это нехватка денег. Это многолетняя политика, зажимание кредита, завышение процентных ставок, лишение экономики кредита, который является главным способом финансирования инвестиций в рыночной экономике. То есть с точки зрения факторов предложения, у нас нет ограничений для экономического роста, мы могли бы на базе имеющихся ресурсов производить на 30% ВВП больше, чем сегодня производим. С точки зрения спроса, после того, как нам Запад ввел эмбарго, а Запад давал нам половину импорта, и исходя из доли импорта ВВП, и исходя из того, что примерно 80% импортируемых товаров мы могли бы заместить внутренним производством, мы со стороны предложения не видим ограничений для высоких темпов экономического роста. То есть объективно мы можем развиваться с темпами не менее 8% прироста валового продукта в год. Здесь я кратко про мощности. Пример такого экономического чуда у нас на глазах, это Китай, вы видите, он за 20 лет нарастил объем производства в 5 раз за счет увеличения норм накопления основного капитала в 7,5 раз, и профинансировали китайские товарищи эти инвестиции, 7-кратный рост которых мы наблюдаем, 8-кратным ростом объема кредита. Это целевой кредит, который был вложен в активизацию и наращивание имеющего научно-производственного потенциала. Мы предлагаем использовать эту модель, сочетающую стратегическое планирование страны и самоорганизации, государственный контроль за базовыми пропорциями ценообразования и за денежными обращениями, обеспечение экономики дешевыми кредитами, стимулирование предпринимательской активности в тех сферах, где она приносит рост объемов производства и повышение общественного благосостояния. Но дешевый кредит предполагает прекращение тока капитала. Это восстановление валютного контроля, это общее место сегодня в Китае, в Индии, в всех быстрорастущих странах нет вопроса о том, нужно ли не нужно вводить валютный контроль. Во всех этих странах жесткое регулирование трансграничного движения капитала и не допускается вывоз капитала в спекулятивных целях, в целях вывоза из-под налогообложения доходов, только если этот вывоз капитала нужен для наращивания экспортного потенциала. То есть наша программа ориентирована на 11-кратный рост объема выпуска товаров до 35-го года, для этого расходы на, точнее трехкратный рост ВВП до 35-го года, для этого инвестиции должны вырасти в 11 раз, расходы на неокр вырасти в 18 раз, доходы населения при этом растут в 4 раза, учитывая, что на сегодняшний день труд у нас недооценен и когда говорят о том, что у нас в прошлом году темпы роста зарплаты впервые за многие годы превысили темпы роста производства труда, это лукавство, потому что надо понимать, что у нас длительное время труд недооценивался и на сегодняшний день у нас самая высокая степень эксплуатации труда, ну во всей Евразии, наверное, потому что на 1 рубль заработной платы наш работник производит в 3 раза больше продукции, чем в Европе или в Америке, уже сейчас и в Китае заработная плата стала выше, чем у нас. Надо понимать, что рост оплаты труда это важнейший фактор спроса в экономике, поэтому если мы хотим раскрутить экономический рост, нам нельзя экономить на заработной плате. Нам нужно выходить из прочного круга, в который нас загнали наши денежные власти, когда инфляцию они душат повышением ключевой ставки, это влечет в сокращение кредитования инвестиций, это приводит к технологическому отставанию, это в свою очередь вызывает снижение конкурентоспособности, которое компенсируется очередной девальвацией валюты. И как девальвация валюты вызывает инфляционную волну, и Центральный банк снова повышает процентные ставки для того, чтобы путем сокращения спроса победить инфляцию. Это порочный круг, который ведет бесконечным циклом обнищания, деградации нашей экономики, что мы наблюдаем в последние 30 лет, до сих пор у нас объем инвестиций в экономике ниже того уровня, который был в 1990 году. Это в общем-то позор. В течение 30 лет мы не можем догнать Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику по объему инвестиций. Надо выходить на другую совершенно политику, она схематично здесь отражена. Это целевое кредитование инвестиций, за счет этого рост производства и снижение издержек. Только таким образом мы можем обеспечить долгосрочную экономическую стабильность, потому что в данном случае борьба с инфляцией достигается наращиванием выпуска товаров и повышением эффективности. За счет снижения издержек это влечет в свою очередь рост доходов, которые на фоне снижения инфляции обеспечивают дополнительный источник наращивания инвестиций, потому что норма сбережения у нас достаточно, так сказать, у населения высокая, традиционно была всегда. И таким образом мы можем в ближайшие 5 лет выйти на вот эти темпы роста, о которых я говорю, добиться модернизации нашей экономики. В заключение хочу сказать, что, конечно, эти темпы роста должны строиться на базе нового технологического уклада. То есть мы должны форсировано развивать новый технологический уклад. Его ядро составляет нано-биоинженерные информационно-коммуникационные и клеточные технологии. И замечу, что главной отраслью экономики в новом технологическом укладе становится здравоохранением. Поэтому расходы на здравоохранение и образование – это не расходы, в прямом понимании, это инвестиции, человеческий потенциал, который, соответственно, обеспечивает научно-технический прогресс как главный фактор современного экономического развития. Поэтому мы предлагаем гармонизированную систему мер, где вопрос о социальной справедливости и в виде оплаты труда, и в виде бесплатного образования и здравоохранения, расход на который нужно поднимать тоже в 2-3 раза по сравнению с мировыми образцами, мы отстаем здесь полтора-два раза. Все это возможно обеспечить только на базе опережающего развития экономики на основе нового технологического класса.